Дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петерс. С раннего утра и в хорошем настроении. То, что вы привыкли у меня видеть в руке пиво, не означает, что я с утра уже начинаю пить. Это квас, ребята. Я ездил в русский магазин специально за этим квасом. Захотелось кваса, потому что от пива я начинаю отказываться. Сто килограмм, одышка, надо думать. Хотя здесь калорий, наверное, столько же. Так вот, я был там в этом русском магазине и увидел рыбный отдел. Я всегда такой хожу настороженный по магазину, у меня все время какие-то мысли там мелькают. Я так подумал, так, с оружием я почти закончил, больше у меня нет. Вот нож этот шокер и пистолет. Я подумал, а почему бы не сделать рыбную такую серию, то есть про рыбалку. У меня есть хороший друг, у которого куча этих всяких приспособов. Я подумал, купить пару рыб там, пойти на озеро или на речку опять и там пофотографировать и сделать еще одну серию. Я думаю, что она нужна спросом. Сейчас рыбацкий такой еще длинный будет сезон. Ну, почему нет? И вы знаете, когда я правильно думаю, правильно думаю, я же замечал, там сверху это замечается, стараются мне каким-то образом помочь. Я вам говорил, что вот эта система, она оправдала себя только в том, который я ходил там на четырех штырях, натягивал софтбокт, она оправдала себя в том, что это работает, затенение и можно сразу как отражатель использовать. Отлично. Но вот это вот втыкание, я уже говорил об этом, да, там оказался такой грунт тяжелый, что не воткнешь. Да и в нормальную землю тяжело, а острые я не хочу таскать с собой. Железные такие капитальные штыри, которые молотком забивать. И мне подумалось тогда, я думаю, надо чем-то заменить. Вот есть такие конструкции для сушки белья. Оно и бывает ванну вот такие треугольные, бывают такие высокие. Вот. Ну думаю, блин, я же договаривался сам с собой, что надо как бы снижать затраты, да. Но рыбу ладно, рыбу я куплю, сфотографирую, потом съем это. Понятно. Таскать буду в морозильные сумки. Так вот. О чем я говорю? О том, что когда я думаю правильно, мне как-то начинают помогать. И вот что вы думаете, я сейчас возвращаюсь, бросил мусор свой. И там же стоит вот такая штука. Это и есть вот этот трактор. Сейчас я его разберу, посмотрю, может быть тут чем-то как-то заменить, обтянуть его прозрачным материалом. И будет мне счастье на этой самой рыбалке, да. Якобы рыбалке. Поэтому сегодня у нас будет с вами, скорее всего, этот урок самоделкиных. А потом мы уже, когда я съезжу в друга, наберу этих всяких принадлежностей, мы с вами пойдем как бы рыбачить. Ну, давайте посмотрим. Так, для начала, я думаю, нам надо просто освободить все. То есть, на части разделить. Поэтому здесь сейчас подстелим. Поставим ту штуку. Это, конечно, вам не в мастерской, как раньше. Так, ну вот, прошло меньше 15 минут. Ну, 10. Так, сейчас вот это вот удалим здесь. Вот эти. Мы впоследствии заменим болтиками. Так, что меня еще интересует, насколько крепко держатся здесь вот эти вот штыречки. Можно ли их откусить или придется тоже пилить, что нежелательно. Так, просто неохота. И вот теперь мы смотрим, что у нас есть вот эта рамка. Так, и вот эта. Я не знаю, мне не нужна вот эта. Я бы, тем более, она покоцанная, побитая. Я бы такой, что взял только вот эту рамочку. Вот эту. Значит, надо вот здесь тоже пилить. Так, лишнее я отрезал. Теперь у меня остались две вот таких рамки. Чтобы сообразить, как это все будет выглядеть, давайте сначала их убедим. Я нашел два хороших, тут таких подходящих, мне кажется, больше, чем сейчас. Я вот думаю, снаружи или сноцарей сделать это. Мы сделали снаружи, очевидно, потому что там нет и не надо. Да, здесь я могу отрезать, если что. Так, немножко не подходит. Ну, ладно, сейчас. Ну, знаете, я решил не простукивать это дело, а просто чуть-чуть расцветлить, и оно должно зайти. Да, отлично. Вот так. Еще одно. Так. Да, аж выпадывается оно. Теперь, на всякий случай, здесь, может быть, оно не нужно, но на всякий случай, с обеих сторон, раз вот берет в руках, почему бы нет. Отлично. Вот. И, естественно, вот в этих рамках надо будет просверлить. Да, неудобно, конечно, это не моя мастерская, где бы я сейчас за пять минут все собрал и разобрал. Ну, ладно. В студии нет, в мастерской нет, но мозги остались, ребят. Мозги остались, поэтому сейчас, как я знаю, скоро подойдем к финалу. Так. И, скорее всего, все же таки я посмотрю, где лучше. Здесь. Делаю я так, просто здесь, скажем так, а там будет видно. Так, ну вот она уже и стоит. Для того, чтобы она была устойчива, надо посильнее затянуть. Ну, как-то большеватенькие оказались болтики. Теперь вы скажете, а как же сюда вот это все нашить? Дело в том, что я не знаю, ребята, будет ли это влиять? На отражение нет. А вот на просвет могут быть полосы. Но это надо проверить. Тем, у кого вот такого нет, я советую просто пошить. У меня оно есть. Я его сюда буду пристегивать какими-нибудь подходящими. Я буду вязать. Ну, прищетками, короче, подходящими. Возможно, вот такими. По уголу. Раз. И два. Ну, и вот. Видите? В смысле носить ее очень удобно. Она маленькая довольно-таки. Вот. Крайний случай. Я вот думаю об этом. Может быть. Может быть. Здесь отпилить вот так. Какие-то наконечники остренькие вставить. Даже деревянные подошли бы. Или же здесь есть дырка. Вставлять сюда штырь. Но это вот с собой носить тоже не хочу. Так. Ну, теперь осталось найти хорошие болтики. Соединить это все. Потому что, если она будет хорошо закручиваться, желательно барашки какие-нибудь, да? Я посмотрю, может быть, в магазине с барашками, чтобы подтянул. Она встала так. Отпустила ее, можно больше. Но, в принципе, я не хочу. Почему? Потому что там можно, допустим, взять какую-то рогатину. И вот вам уже и сверху будет. То есть, поставить вот так. Что-то такое придумать. Ну, вот в этом случае вы видите, эта штука уже вполне рабочая. А учитывая, что мой отражатель имеет и блестящую сторону, и черную, и серебристую, и белую, для отражения будет великолепно. Я прибыл из магазина. Что я там купил? Я купил такие штыри для палаток. Они заостренные, что хорошо. Я планирую там простелить два отверстия и сучьи ветра. Тынц-тынц, и оно стоит. Потом я купил барашики. Потом купил уже такие более профессиональные, красивые. Те от цветочков мне не особо понравились. Вот эти будут как раз. Так, ну и давайте первое, что мы освободим от временного вот здесь. Вот, хорошо. У нас есть такие вот из сережины, сережины волшебные коробочки. У меня есть вот такие штучки. Я буду сейчас расположить вот так. я вот смотрю только как это лучше будет. Наверное, это все-таки внутрь. Так, так, так. И барашком его закрепим. таким образом будет очень удобно добавлять силу сжатия. Тем самым не надо с огурой ни ключи, ни пассатижи. Вот так. Раз. очень хорошо. Ну, теперь осталось вот эти вот новые прищепочки прицепить. тест, я не знаю, не получится, наверное, тест. Завелок, ну, все, сегодня идущие обещали. Ну, ничего. Мы сейчас с помощью сушек попробуем. Тоже солнце, как мне говорили. Так, вот у нас вот это. Так. А, нет, немножко не так. вот так и у нас. Точно. Вот так. Постегнуть. Так, теперь давайте я вам объясню, почему я все-таки не хотел. Ну, во-первых, лень, конечно, это все отрезать. А с другой стороны, ребята, я сюда могу крепить любое. Любое. То есть, если мне нужны будут какие-то переходы, да, я могу нарезать, как вы помните, уже, типа, деревьев, так, да, и вот тут их закрепить. То есть, между этими путьями закрепить их, ну, конечно, не так, да? У меня же еще есть еще пачки. вот тут я могу закреплять и, допустим, создавать дополнительные тени, сговоры различные тут такие вырезать, то есть, из черного я могу вырезать, или из серого, и через него будет тогда здесь хорошие интересные тени. С этим можно будет поэкспериментировать, когда солнце выйдет. Мы с вами это, наверное, еще раз сделаем, но уже конкретно на фотографии. Окей? Ну, а до тех пор, я думаю, что вам тоже было интересно, то есть, такой штуки я не видел, я видел для студии, да, но они не годятся нарушить, в студии ветра нет, а здесь я подстраховался везде, и вот эти штыри, я думаю, мне очень хорошо помогут. То есть, видите, солнце выходит время от времени, поэтому я сейчас вот здесь буду фотографировать эти цветы с помощью моего нового приспособления. Так. Угни, кошача, Тимур. То есть, я ставлю сюда. Так. жопой игручая, уйди отсюда. Соседский кот пришел. Так. И вот сейчас я применю вот эти вот. Уйди. Тимур Солнце начинает выходить, начинаем фотографировать Продолжение следует...